Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного Университета Фонда Рабочей Академии. Занятие сегодня семинарское. Сегодня мы разбираем учения о понятии. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. И перед тем, как мы начнем наше семинарское занятие, разрешите сделать объявление, связанное с тем, что несколько часов назад, как я понимаю, президент России объявил, что следующая неделя будет нерабочий, соответственно, занятие, лекция на следующей неделе в среду переносится на одну неделю. И пройдет она, сейчас давайте я скажу, когда, 8 апреля. Вот, так что будьте внимательны, дорогие товарищи! Но, тем не менее, это нам не помешает сегодня разобраться с теми ответами, которые прислали слушатели по задным вопросам. И я предлагаю в самом начале, прежде чем мы начнем, здесь наших присутствующих не так много, но, может быть, присутствующих все-таки выскажется. Тем более, ваша работа, вроде бы, вы выслали, да? Я видел вашу, да. Я вам поставил зачет в любом случае, но я думаю, что было бы неплохо, если вы выскажетесь по вопросам, на которые вы отвечали. Давайте. Возьмем Дмитрий, учебникам будет понятие, как снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Значит, в сфере сущности снимается сфера бытия, в сфере же понятия снимается сфера сущности, значит, и сфера бытия. Да, и вот это вот не совсем верно, это как раз я замечание вам хотел бы сделать. В сфере понятия сферы бытия не снимается, конечно. Наоборот, бытие в сфере сущности все время проявляется. Мы, когда изучаем категории сущности, мы уже там, когда мы говорим на самом деле об основании и основанном, там уже основанное, это, в общем-то, так сказать, бытие уже проглядывает. Когда мы говорим проявление, это опять, ну, вот эта рябь на поверхности, да, это уже тоже бытие действительное, это вообще в явлении развлеченной, развлеченная закономерная. Поэтому вот бытие, оно начинает проходить сквозь сущность, и оно является по итогу, да, оно как бы становится налицо, то есть оно выявляется, вот. И получается, что у нас не снимается в сфере понятия бытие, потому что понятие это и есть бытие, но не просто бытие. Ну, в сущности бытие снимается, в понятии снимается сущность. Да. Ну, а значит, и то бытие, которое... Нет, не значит. Так, такую логику нельзя применить, нет. Нет. Мы два раза, ну, хорошо, мы сняли, отрицаем отрицание, мы возвращаемся к утверждению, то есть на самом деле понятие утверждает бытие, оно его не снимает. Оно его наоборот утверждает, но такое, это уже бытие, которое прошло через сущность, мы его вытащили через сущность. И поскольку, поскольку, как раз у нас снимается эта сущность в понятии, но поскольку снятие не является отбрасыванием в философии, мы получаем такое, не просто бытие, а такое бытие, через которое сущность проглядывает или просвечивает. Вот так вот получается. У нас не получается, что в сфере понятия бытие снято. Не получается. Понятие это и есть бытие, но такое специфическое, протащенное. Понятие это бытие, ну, имеет вид бытия, с которым просвечивает сущность. Но та сфера бытия, которая предшествовала всему этому движению, не снята? Да нет, она не снята, мы к ней вернулись. Но мы не вернулись так, что мы вернулись по кругу, а мы вернулись с обогащением всей сферы, всех категорий, которые мы встречали в сфере сущности, мы вернулись вместе с ними. То есть они никуда не пропали. Мы их сняли, но мы вернулись к тому бытию. Нет, мы сняли только сущность, снимается только сущность. А бытие как таковое, оно снимается при переходе из сферы бытия в сферу сущности. Так было бы правильно говорить. Хорошо. Еще новый вопрос хотите? Ну, далее там, если я опять не ошибаюсь, Гегель говорит, что понятие, в понятии сущность и бытие содержится, но уже не как сущность, не как понятие, а как снятое. Там есть такие слова? Ну, есть, да. Ну, хорошо, да. Наверное, такие слова есть, да. Ну, вот исходя из этого и строил свой ответ. Так, ну, давайте дальше, да, хорошо. Далее там, я бы обрала вопрос о диалектическом материальном истолковании субъективной логики. Так он звучал, по-моему. Да, сейчас, давайте посмотрим, как он звучал. Диалектика, материалистическая логика, движение категории субъективной логики. При рассмотрении сферы понятия мы натыкаемся на, обнаруживаем некий идеализм, который присущ Гегелю в целом в его философской системе. И при завершении рассмотрения раздела субъективность, он из умозаключения выводит вещь. Это вот, видимо, то самое проявление его идеалистических воззрений, с которыми мы, как материалисты, согласиться не можем. Но в целом движение категории правильное, только их, наверное, надо расставить определенно другим образом. А именно, после завершения учения о сущности, надо рассмотреть раздел объективность и, главное, механизм и химизм, а затем перейти к рассмотрению главы... А телеология куда пропадает? Вот между телеологией как раз и жизнью, да, вот можно обживить? Да, вот именно между, вот, после механизма и химизма следовало поставить главу «Жизнь», а потом уже перейти к рассмотрению главы телеологии, потому что цель, очевидно, может возникнуть только уже в чем-то живом, ну, то есть, в человеке. А за этим следует... А почему? Можете объяснить? Почему? Да. Что такое цель-то? Цель-то предвосхищённый результат. Да, предвосхищённый результат. А цель-то предвосхищённый результат. Ну и прямо отсюда исследует, что да, она имеет... Она форму имеет субъективности, то есть, она, этот результат должен быть предвосхищён кем-то. Да, да, да. Далее... Далее как раз следует поставить по логике, по материалистической логике, поставить весь раздел «объективность», то есть, понятие... понятие суждения и умозаключения... Это субъективность. Субъективность. А, вот, наверное, вот после... Именно вот этого раздела... Вот этот раздел поставить после механизма и химизма, а потом поставить раздел «телеология». А уже после раздела «телеология» переходить к рассмотрению идеи. Это какое-то новое открытие Михаил Васильевича, что ли? Это вот... Да, он нам три раза повторил. Да, но... Поставить это, конечно, хорошо, но надо выводить всё-таки, надо показать, как из раздела действительности в учении о сущности, да, и, скажем, из абсолютного отношения, из субстанции выводятся, вы говорите, сразу же... Ну, тут сразу же объективность. Сначала отдел объективности. Ну, надо показывать тогда, как механизм выводится, и что это такое, то есть... Да, да, здесь как бы так просто, то есть, может быть, так и можно делать, но вот как-то Гегель этого не сделал. Я не уверен, что Михаил Васильевич тоже пока это сделал. Ну, по-тоже... Пока не сделал. Хорошо. А если мы говорим о... Вот движение категорий, всё-таки вопрос заключается в том, в движении категорий субъективной логики. То есть, мы находимся в субъективной логике, и почему движение этих категорий... Какое движение этих категорий здесь имеет место быть? Ну, сначала мы рассматриваем понятия. Так. Понятия как всеобщее. Затем понятия развиваются до суждения. Так. И далее до умозаключения. Ну вот, да, до умозаключения всё правильно. Но я бы сказал, что вот диалектика-материалистическая... То есть, здесь всё-таки вопрос стоит так. Диалектика-материалистическая логика движения категорий субъективной логики. То есть, вот мы в разделе... Вы говорите, что этот раздел надо поставить в другое место или часть его. Хорошо. Это оставим на... Я подискутирую с Михаилом Васильевичем здесь по этому поводу. Но, тем не менее, всё-таки вопрос заключается в том, как просматривается диалектика-материалистическая логика движения в разделе субъективности. Вот внутри этого раздела. Как она просматривается? Вот как... Почему мы говорим, что на самом деле вот здесь именно материализм так же просматривается. Он никуда не уходит. И в действительности нельзя так разорвать вот этот отдел субъективности и сказать, что это нечто идеалистическое. Кстати, вот мне не понравилось, да, как вы сказали, что это идеализм Гегеля проявляется и так далее. Нет, это субъективизм проявляя. Здесь, вот в этом разделе проявляйте субъективизм. Потому что он относится к субъекту. Субъект делает все эти суждения, умозаключения и так далее. Речь идёт о субъекте. Но мы здесь... Вопрос-то заключается в том, что вот когда мы... Рассматривали понятия, вы всё правильно сказали. Потом увидели, что понятия выступают как суждения. Сейчас мы обсудим, как этот переход сделать там и как его образовать. А дальше мы рассматриваем суждения различные. И здесь Гегель нас всё время возвращает в сферы, которые мы уже рассмотрели. То есть в сферы объективности. Вот именно об этом и идёт речь. Что мы возвращаемся в учение о бытии. И мы возвращаемся в учение о сущности. И если мы воспринимаем первый раздел учения о бытии и второй раздел учения о сущности как просто отражение материального мира в категориях диалектических, то и здесь мы никуда... Мы на самом деле говорим о субъективности. Но эта субъективность, в ней опять всплывает то, что мы говорили про учение о бытии и учение о сущности. И в этом смысле даже здесь мы должны материалистически толковать эти суждения. То есть у нас вот суждение наличного бытия. Положительное, отрицательное, бесконечное. Суждение рефлексии. Это речь идёт о суждениях в сфере сущности. Потом суждение необходимости и суждение понятия. Мы возвращаемся опять в сферу понятия и идём в умозаключение. Но вот это движение, которое здесь происходит, в умозаключениях то же самое, кстати. Это движение нас возвращает снова и снова в те категории, которые уже нами были рассмотрены. А те категории, которые были нами рассмотрены, они всё-таки относятся к материалистическому миру. Они кристаллизовались в материалистическом мире. И в этом смысле субъективная логика не может быть оторвана от материи и материалистического понимания. Она не висит где-то как нечто внешнее, а третье, она принадлежит этому материальному миру и через вот эту связь возврата к тем категориям, которые были в бытие и в сущности. Да? Да. Хорошо. Отлично. Ну, всё? Ну, хорошо. Зачёт вы получаете. Спасибо. Так, вы хотите высказаться, нет? Нет, у меня вопрос. Не хотите? Вопросы позже. Так, давайте тогда, товарищи, пройдём по ответам, которые нам прислали слушатели. Ответов прислано было порядка 60. И, по-моему, первый раз за этот год я проверил все. Вот. Так что, кто успел выслать до сегодняшнего дня, все ответы я проверил. Лишь два ответа не были проверены, потому что оказалось так, что один ответ пустой, я не знаю почему. А второй ответ, там товарищ написал, что он приложил файл какой-то и так далее, что ему не хватило текста. Он пытался сделать лучше, а получилось как всегда. Он забыл прикрепить файл, или я его не нашёл, и поэтому зачёт я и не смог поставить. Так что, товарищи, всё равно я рекомендую высказываться коротко и высказываться в том лимите слов, которые вам товарищ Мордовин в СДО выдал. Так, давайте я сначала скажу о том, кто получил зачёт, а потом мы перейдём к некоторым комментариям и к, ну скажем, неточностям, потому что ошибок больших не было, но неточностям, которые были в ответах. Так, Оскар Анисович Айсин, зачёт с замечаниями. Я про все замечания проговорю. Карагандинская область, топар. Юрий Юрьевич Голощапов, зачёт с замечаниями. Алексей Александрович Дубинин, зачёт, город Ростов-на-Дону, простите, зачёт с замечаниями. Алексей Елизаров, зачёт с замечаниями. Людмила Викторовна Ефремова, зачёт с замечаниями. Сергей Сергеевич Жиро, Ивановская область, город Фурманов, зачёт с замечаниями. Николай Евгеньевич Зорин, зачёт с замечаниями. Сергей Владимирович Кондратьев, зачёт с замечаниями. Светлана Валерьевна Крутилина, зачёт с замечаниями. Город Улан-Удэ. Да, зачет с замечаниями. Стефания Лобанова. Зачет с замечаниями. Роман Александрович Лукинских. Зачет с замечаниями. Петр Краснов. Окленд. Зачет. Эльдар Шамильевич Аляров. Россия, Республика Башкортостан. Город Нефтекамск. Зачет. Никита Александрович Ананевич. Зачет. Дмитрий Олегович Артеменков. Зачет. Сергей Алексеевич Бабин. Зачет. Денис Валерьевич Баянов. Зачет. Александр Бракаренко. Зачет. Станислав Владимирович Бултагов. Город Ижевск. Зачет. Алексей Александрович Вахтин. Город Воронеж. Зачет. Любовь Баталовна Воронкова. Город Волгодонск. Ростовская область. Зачет. Лидия Ивановна Гарная. Зачет. Павел Юрьевич Гиль. Город Самара. Зачет. Петр Владимирович Гамилаури. Город Ростов-на-Дону. Зачет. Гаухар Кубеновна Датхабаева. Зачет. Анна Владимировна Жаркова. Москва. Зачет. Андрей Эдуардович Запольский. Зачет. Эдуард Владимирович Зарубин. Город Межгорье. Башкортостан. Зачет. Александр Юрьевич Исай. Республика Беларусь. Город Минск. Зачет. Полина Кошкина. Ижевск. Зачет. Евгений Валерьевич Куликов. Город Сыктывкар. Зачет. Андрей Николаевич Кынтерец. Зачет. Александр Лукьянов. Зачет. Никита Евгеньевич Лукьянов. Зачет. Алексей Макаров. Зачет. Саят Махмудов. Зачет. Александр Александрович Могучев. Город... Не скажу какой. Зачет. Стелла Мордовина. Зачет. Дмитрий Олегович Назаров. Город Ленинград. Зачет. Дмитрий Олегович вот выступал перед нами. Ире Кравилевич Нугаев. Зачет. Илья Андреевич Пастухов. Ижевск. Зачет. Александр Юрьевич Петров. Зачет. Евгений Попов. Евгений Сергеевич Попов. Ростовская область. Город Новочеркасск. Зачет. Иван Александрович Протопов. Зачет. Ирина Викторовна Радуцкая. Зачет. Елена Германовна Ржевская. Зачет. Евгений Владимирович Романов. Зачет. Алексей Витальевич Семко. Зачет. Леонид Моисеевич Сигалов. Город Санкт-Петербург. Зачет. Алексей Викторович Смолин. Город Тюмень. Зачет. Елена Евгеньевна Степановна. Степанова, извините, Елена Евгеньевна. Город Москва. Зачет. Иван Николаевич Судаков. Зачет. Иван Николаевич просит меня, чтобы я проверил его прошлые работы. Я много раз говорил, Иван Николаевич, по поводу проверки всех работ. Вы можете пересмотреть предыдущие занятия, послушать те замечания, которые были высказаны. Все замечания фактически были просмотрены. Поэтому, если вы найдете в своей работе те замечания, которые я высказал, значит они применимы к вам. Если вы не найдете, значит к вам они не применимы и вы получаете зачет. Задача, еще раз повторяю, дорогие товарищи, задача того, что мы здесь делаем, заставить вас написать хоть что-то в виде текста, то есть изложить на бумаге. Это основная задача, а не в том, чтобы преподаватель проверил 300, 500, 600, тысячу работ. Артем Андреевич Сучков, зачет. Татьяна Александровна Туманова, город Томск, зачет. Сергей Петрович Турушев, город Тюмень, зачет. Иван Фролов, зачет. Беслан Ход, зачет. Евгений Иванович Чичелкин, зачет. Андрей Анатольевич Чурива, зачет. Алексей Николаевич Шмыков, город Воронеж, зачет. Антон Шульц, зачет. Максим Сергеевич Бунтин. Все, больше зачетов пока нет. Да, все остальные товарищи, надеюсь, выслушают те замечания, которые я сегодня выскажу. Вышли в свои работы и на основе этих замечаний поймут, какие ошибки они сделали. Переходим к тому, чтобы прокомментировать те недочеты, которые были в высланных работах. Так. Петр Краснов Оклен пишет. Дает ответ на пятый вопрос и пишет. Под истиной понимают прежде всего то, что я знаю, как нечто существует. Нет, это под истиной не понимают. Это истина лишь по отношению к сознанию. Или формальная истина – голая правильность. Истина же в более глубоком смысле состоит в том, что объективность тождественна с понятием. Так можно формулировать объективность тождественна с понятием. Но мы формулируем это в том смысле, что истина – это соответствие понятия предмету и предмета понятию. То есть истина диалектично, она соотносится с тем, чтобы правильно отразить мир. И как раз мы это рассматривали на самом первом занятии нашем. Мы именно так говорили об истине. А теперь мы знаем, что это на самом деле еще и соответствие самым последним категориям сферы понятия. То есть идеи истины. Идеи изучения мира. И соответствие объекта понятию. То есть приведение объекта в соответствии с понятием. Это идея блага. Идея преобразования мира. А единство этих двух идей образует так называемую абсолютную идею. Которой учение понятия и вообще диалектика Гегеля заканчивается. И мы понимаем направление движения, в котором нужно двигаться. Мир нужно понимать, изучать, отражать в понятиях. И наоборот. Мир нужно преобразовывать в соответствии с этими понятиями. Так. Добро и благо высшая степень реализации свободы. Пишет нам товарищ Краснов. Благо абсолютная, конечная цель мира. В творении добра воля достигает своего существенного завершения. Добро реализованная свобода. Состоящая из определенной идеи. Содержание которой составляет единство права субъективной воли. И благо как высшей ценности. Благо без права не есть добро. Так же как и право не есть добро без благо. Я думаю, что здесь товарищ все-таки обратился к каким-то словарям. И намешал все в одну кучу. Во-первых, что-то здесь понимается под правом, не очень понятно. Мы всегда и на лекциях наших право понимали, как возведенное в закон волю господствующего класса. Если мы будем понимать благо, как просто, так сказать, приведение жизни в соответствии с правом, то это будет совершенно неверно. Но это будет благом, конечно. Для кого? Для господствующего класса. Господствующий класс выразил в законах свое... Возвел в закон свое право. Он свою волю возвел в закон. И таким образом мы получаем право. Если мы считаем, что реализация этой воли на деле это и есть благо, то это, конечно, и есть благо для господствующего класса. А для класса угнетаемого благо это совсем другое. Скажем, для рабочего класса благо есть уничтожение классов. Всяческих классов, антагонистических, и не только уничтожение антагонистических классов, но и уничтожение классовых различий. В этом есть благо для рабочего класса и для большинства трудящихся. Поэтому я бы здесь не смешивал вообще добро и благо с правом. Это категории классовые, то есть они относятся к интересам классов. А если мы говорим про интересы классов, то объективную картину нам здесь с вами не поучить. Все зависит от того, на позиции какого класса мы находимся. Если мы находимся на позиции класса рабочего, то добро и благо одно. Если на позиции класса капиталистов, то добро и благо это совершенно другое. Дальше тут товарищ пишет, что добро это реализованная свобода. Что значит свобода? Как товарищ понимает свободу и как мы должны понимать свободу, товарищи? Кстати, это свобода, да, вот свобода, она относится к категории понятий, потому что свобода выражается в понятии. Что такое свобода? По Гегелю. Да и не только по Гегелю, а Марксу. Господство над обстоятельствами, сознанием дела. Да. Господство над обстоятельствами, сознанием дела. Значит, что значит реализованная свобода, вот здесь говорит нам товарищ? Что мы реализовали это господство или непонятно? Совершенно непонятно. И это получилось добро, нет, свобода это совершенно категория другого порядка. Она относится к совершенно другой сфере. Она объективна. Если вы господствуете на обстоятельствах, притом не имеется в виду не полное господство, а господство в смысле, что вы понимаете обстоятельства, вы понимаете законы, которые определяют обстоятельства. То есть, например, нельзя господствовать над силой тяготения в целом, да? Если я выхожу с 10 этажа в окно, то я могу как бы говорить, что я господствую над силой тяготения, но я все равно как бы, да, буду лететь с ускорением свободного падения. И в общем-то господствовать мне над силой тяготения осталось совсем недолго. Именно здесь речь идет о том, что свобода обретается именно в осознании обстоятельств, в осознании тех законов и выражении в понятиях тех законов, которые заключены в материи, в разных ее формах. Если мы говорим про неживую материю, то мы речь идет о законах физики, например, законах химии, законах неживой материи. Если мы говорим об живой материи, то это речь идет о законах биологии. Если мы говорим об обществе, да, то мы речь ведем об общественных законах. Поэтому свободен тот, кто господствует над обстоятельствами в смысле понимания движения и законов движения общественной формы материи. Вот в этом смысле тогда человек свободен. Так, идем дальше. Айсин Аскар, Карганинская область, Топар. Товарищ Аскар отвечает на первый вопрос и пишет. Понятие по отношению к бытию и сущности выступает как истина. Сущность это снятие бытие. Снятие отрицания с удержанием. И это верно. Все эти высказывания можно говорить правильно, что они правильные. Но они не выражают само понятие, категорию понятия. Они не выражают, что это снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Что понятие есть снятое бытие, через которое просвечивает сущность. Здесь нужно было указать, как, каким образом мы приходим к понятию, и как в понятии через бытие просвечивает сущность. Но мы это уже разобрали сегодня. Вот товарищ пишет также про абсолютную идею. Абсолютная идея – это закон бытия не только логического, но и реального. То, что существует – принцип действительности. Здесь намешаны все категории. Реальность – это категория из учения о бытии. Существование – это категория из учения о сущности. Действительность – это категория сферы сущности. Все намешано, а вот абсолютная идея, которая является категорией сферы понятия, она и не раскрыта здесь. Потому что абсолютная идея – это просто идея познания, идея блага. Идея понятия, познания мира и идея его преобразования. И это и есть абсолютная идея. Кстати, вроде бы об этом никто не писал так, не выражал это. А вот если мы говорим о том, об идее блага и идее познания, то какая из идей выше? Идея блага или идея познания? И вот в каком смысле, да. Это хороший вопрос. Ну вот если мы сопоставим идею блага и идею познания, они как рядом положенные находятся, и потом мы их как бы соединяем и получили абсолютную идею. Нет. Я бы как курицу и яйцо. Не совсем, не совсем так. Все-таки познавать можно. А можно ли преобразовать мир без познания? Сначала познавать, потом преобразовать. Да, вот идея блага, идея преобразования мира, она содержит в себе идею познания. Потому что если вы преобразуете мир как бы случайным образом, так сказать, хаотически, то это никакой идее блага не соответствует. Идея блага это преобразование мира в смысле уже прохождения идеи познания. Иначе преобразования не может быть. Там должно быть и цели полагания, и предыдущие категории, все которые здесь рассматриваются. Поэтому идея блага на самом деле включает в себя идею познания. И без нее она немыслима. А вот идея познания без идеи блага мыслима. Мы можем просто созерцать мир. И вот здесь вот как раз на этом тонком моменте идет разделение между фейербаховским созерцательным материализмом и материализмом диалектическим. Который подразумевает не только познание мира, материалистическое его истолкование, но и преобразование в соответствии с теми понятиями, которые мы выразили на этапе его познания. Фейербаховский материализм это просто описание мира материального, признание его материальности. Но такое описание. И мир получается застывший. Он просто застыл и мы его отразили. Мы согласились с тем, что материя первична. Но это еще не диалектическое понимание и от марксизма, к сожалению, это еще очень и очень далеко. А вот идея блага, то есть когда мы говорим об идее преобразования, она должна, как я уже сказал, включать в себя это понимание. Если мы говорим про марксизм, то он должен быть материализм созерцательный. В диалектическом материализме созерцательный материализм, конечно, включен как момент. Как момент познания просто. Но и момент преобразования в нем тоже необходим. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим про идею блага, она возникает как идея просто преобразования мира, но абсолютная идея это та же самая идея блага, только вот рассмотренная с этой точки зрения, что изменить, преобразовать мир без его познания невозможно. И поэтому мы, на самом деле, идею блага в этом смысле называем абсолютной идеей. Как только мы разобрали, что в этой идее блага, идея познания включена, мы назвали это абсолютной идеей. Вот такое движение логическое. Двигаемся дальше. Эльдар Шамильевич Аляров, Россия, Республика Башкортостан, город Нефтекамск. Тоже товарищ пишет, что абсолютная идея такая идея, которая отвечает на вопрос, что делать. Скобочка пишет. Не точно, не успел изучить. Ну вот не успел изучить, так лучше бы и не надо было писать. Потому что идея, просто мысль, которая отвечает на вопрос, что делать, это и есть идея. Любая идея, это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. А абсолютная идея, это специфическая идея, которую мы все-таки разобрали ранее. Гиль Павел Юрьевич, город Самара. Товарищ Гиль пишет. Понятие снятая сущность, правильно. Бытие, являющееся снятием сущности, которое является отрицанием отрицания в бытии, является понятием. Бытие, являющееся снятием сущности, которое является... Так, сейчас является... Которое является отрицанием отрицания, почему в бытии-то? Не в бытии, а это мы в сущности отрицали, отрицали сущность. И таким образом это есть двойное отрицание. И это будет являться понятием. Голощапов Юрий раскрывает первый вопрос, пишет. Понятие содержит в себе сущность и является отрицанием для бытия. Как это так? Отрицанием для бытия. Понятие в себе сущность содержит. Безусловно. Но оно не является отрицанием для бытия. Понятие это бытие, через которое просвечивает сущность. Любой предмет, пишет товарищ, отвечая на второй вопрос. Или события всецело являются... Да, рассматривает как раз вопрос единства единичного, особенного и всеобщего понятия. Любой предмет или событие всецело является и единичным, и особенным, и всеобщим. Здесь не совсем правильно. Любое понятие является одновременно и всеобщим, и особенным, и единичным. Потому что это все моменты понятия. Сейчас мы давайте про это поподробнее поговорим. Значит, дальше товарищ пишет. Как, например, человек отдельный, сам по себе уникален, единичный. Как коммунист особенный, как человек всеобщий. Ну, это хороший пример, но здесь речь идет вот о чем. Когда мы рассматриваем понятие, сначала оно возникает перед нами как понятие вообще, как всеобщее. И мы пытаемся к понятию найти определение. Ну, на самом деле, определенность. Изучить это понятие. И первая определенность. Берем не просто всякое всеобщее понятие. А берем определенное понятие, которое становится особенным. И на самом деле, когда мы берем определенность понятия, это означает, что мы его отрицаем. Но когда мы отрицаем в сфере понятия, мы не приходим никуда в иное. Мы остаемся в этом же понятии. Потому что здесь у нас уже нет, как в сфере бытии, конечного и границы, и иного за этой границей. А здесь только бесконечно. Здесь все, здесь только одно понятие. И мы отрицаем это понятие, находя ему определенности. И первая определенность, это первое отрицание. Мы говорим об особенном. Сначала всеобщее, потом первое отрицание это особенное. Потом мы делаем второе отрицание. То есть еще одно определенность ищем понятия. И приходим к единичному. И в этом смысле каждый раз, когда мы берем новую определенность, мы все равно говорим о том же самом понятии. И в самом конце, когда мы говорим о единичном, мы подчеркиваем, что единичное на самом деле, это есть всеобщее. И никакого всеобщего, кроме единичного, не бывает. Нету никаких людей, нету никакого человечества в отрыве от конкретных людей. Только конкретные люди и представляют человечество. То есть единичное это и есть всеобщее. Всеобщее взятое как единичное. Или понятие взятое как единичное. И тут вот мы возвращаемся к некой дискуссии, которая тут идет в том числе в рабочей партии России. Там у нас некоторые товарищи пытаются убедить, что рабочий класс как класс и отдельные рабочие это совершенно противоположные вещи. А на самом деле они соотносятся как всеобщий рабочий класс и единичное. И не бывает никакого всеобщего как единичного. Не бывает никакого рабочего класса, кроме как конкретных рабочих. И когда мы говорим о конкретном рабочем, мы и говорим о классе. И наоборот. И эту связь надо всегда понимать. Нельзя сказать, что вот есть класс некий, он отделен от единичного, от рабочего. Как раз рабочий это и есть единичное, есть всеобщее в форме единичного. Всего лишь. Да, и вот когда мы прошли по этим трем определениям, ну можно сказать, определениям понятия, когда мы рассмотрели всеобщее, мы рассмотрели особенное, мы рассмотрели единичное и мы увидели, что единичное есть всеобщее. И таким образом мы уже перешли к чему? К суждению. Вот это простой переход к суждению. Мы сказали, когда рассматриваем единичное, мы вспоминаем мысль о том, что это на самом деле всеобщее. Мы никуда не уходили из понятия, мы рассматриваем всеобщее. И здесь у нас возникает эта мысль, единичное есть всеобщее. И мы таким образом, когда, как только мы эту мысль изложили именно в такой форме, единичное есть всеобщее, мы перешли к суждению. Это и называется суждением. Вот такой переход к суждению, он достаточно понятен и прост. И дальше Гегель начинает рассматривать вот эту форму суждения, единичное есть всеобщее. И он начинает копаться вот в этой форме. То есть сначала это просто название для него, то есть когда вот как раз возникает положительное суждение, потом отрицательное суждение, бесконечное суждение. И пошли суждение рефлексии, суждение необходимости и суждение понятия. То есть он вот когда говорит об этих видах суждения, он всего лишь рассматривает вот эту форму, единичное есть всеобщее. Он называет единичное субъектом, есть это связка, а всеобщее это предикат. Субъект есть предикат. И он рассматривает вот это вот суждение, субъект есть предикат с различных сторон, просто анализирует логически и приходит к разным типам суждения. Здесь ничего такого особенного не происходит. И когда он это делает, он структурирует таким образом, чтобы все суждения, которые в формальной логике отражены еще со времен Аристотеля, они в эту систему попали. То есть он здесь на самом деле был просто должен был собрать всю формальную логику и суждение, которые в формальной логике, рассматривая вот такую простую форму. Субъект есть предикат. И из нее логически ее рассматривая, он выводит различные типы суждений. Но углубляться мы здесь не будем. Здесь это углубление в этот вопрос может нам стоить целой лекции, а то и нескольких. Давайте пойдем дальше. Идея истины, пишет товарищ Голощапов, состоит в бесконечном развитии и преобразовании мира. Ну вот здесь не так. Во-первых, идея истины это идея познания. То есть идея познания не состоит в бесконечном развитии и преобразовании мира. Для того, чтобы познать мир, как мы только что проговорили, не надо говорить о бесконечном развитии и преобразовании мира как такового. Поэтому идею истины вы расширили до, по крайней мере, идеи блага. Но на самом деле даже в идее блага бесконечного развития нет. Потому что и преобразования мира бесконечного тоже нет. Потому что преобразование мира в идеи блага, оно, как мы уже и сказали, оно не случайно. То есть я пошел и взорвал дом, который напротив. Я преобразовал мир? Ну очевидно, я преобразовал мир. Это что, идея блага? Нет, это не идея блага никакого. Ну да, вот от тараканов избавил. Но к идее блага. То есть это не любое преобразование мира. Не любое преобразование мира. А именно преобразование, которое соответствует идее познания. Так, Гамилаури. Товарищ Гамилаури, Ростов-на-Дону, пишет. Да, вот он пишет. Всеобщее, единичное и особенное есть одно и то же понятие. Да, правильно. Это правильно. Товарищ Гамилаури заметил. Это моменты понятия. И это одно и то же. Просто мы одно и то же берем в разных определениях, можно сказать. Каждый из них образует совокупность. И вот здесь я только придрался к товарищу Гамилаури, поскольку он член партии. Но нужно к члену партии как-то построже относиться. Обратите внимание, когда Гегель говорит там об всеобщем, единичном и особенном, он говорит не о совокупности, а о целокупности. То есть каждый из них образует целое. То есть это и есть целое. Оно не образует, оно и есть целое. Когда мы говорим о единичном, это и есть целое. Когда мы говорим об особенном, это и есть целое. Когда мы говорим о всеобщем, это и есть целое. Это и есть одно и то же. И в этом смысле, кстати, когда мы говорим о конкретном рабочем, мы говорим о целом, мы подразумеваем рабочий класс, естественно. Так, Гухар Кубеновна Датхабаева отвечает, товарищ Датхабаева, на первый вопрос и пишет, понятие есть абсолютное единство бытия и рефлексии. Ну, можно, да, так говорить, если подразумевать как, под рефлексией понимать сущность, да. Рефлексия, отрицание бытия с целью познания его сущности, то есть отрицание с удержанием, снятое бытие, через которое просветывает сущность. То есть понятие название природы сущность вещей. Я вот это не очень понимаю, что значит название природы сущность вещей. И рефлексия это не отрицание бытия с целью познания его сущности. Рефлексия это действительно отрицание в том смысле, что мы в сфере сущности все категории, которые мы брали, мы брали с отрицанием. Потому что как только мы их брали, они становились наличным бытием. И мы понимаем, что поскольку сущность это снятие всякого бытия, значит нам нужно то, что мы только что взяли как сущность, надо взять с отрицанием, как небытие. И в этом смысле рефлексия, то есть мы, казалось бы, мы смотрим, пытаемся сущность увидеть, но как бы с отражением. Вот в этом смысле рефлексия, рефлектировать, это значит отражать. Когда мы говорим, давайте произведем рефлексию, будем рефлектировать. Это как бы подразумевает что-то сложное, что мы сейчас будем думать. На самом деле это то же самое, мы отражать рефлексии, это и есть отражение. Когда мы думаем, мы просто отражаем материю в нашей голове. Это свойство сознания, это свойство высокоорганизованной материи отражать саму себя. Поэтому это тоже есть рефлексия, сознание это есть рефлексия. Поэтому говорим, давайте рефлектировать, давайте думать по-простому. Это значит, давайте отражать. Что отражать? Материю. Так, двигаемся дальше. Дубинин Алексей Александрович. На вопрос об абсолютной идее товарищ Дубинин пишет. Абсолютная идея есть тождество теоретической и практической идей, каждая из которых, взятая отдельно, есть синтез стремления недостигнутых целей. Синтез стремления недостигнутых целей. Не знаю, это как-то, как-то выглядит странно. Все равно, не знаю. То есть, сразу стремлюсь, потому что есть. Да, то есть, и синтезируем это, да. Стремление недостигнутых целей, да, в общем, непонятно. Может быть, где-то такое у Гегеля товарищ подсмотрел, но я очень сильно в этом сомневаюсь. Елизаров Алексей, первый вопрос, пишет. В понятии сущность находится внутри бытия, потому что бытие находится внутри сущности. Таким образом, понятие это бытие сущность. Вот это как-то странно. То есть, товарищ говорит, что в понятии бытие и сущность рядом положены. То есть, одно в другом, такое что-то, одно в другом. Я бы так не стал представлять это. У нас было бытие, оно отрицалось, снималось, мы получили сущность. Потом сущность также отрицается, снимается. Мы возвращаемся снова к бытию, потому что бытие просочилось в этой сущности, просветилось там. И теперь мы говорим о бытие, но уже просвечивает в этом бытие сущность. Так, у понятия есть моменты. Это всеобщее, особенно единичное. Единое понятие распалось на три части. Ну вот, здравствуйте. То есть, вы сами только что сказали, что это моменты, что это нечто неразделимое. И тут же понятие у вас распалось на три части. То есть, вот это вот механическое понимание единого понятия, как всеобщего, особенного, единичного. То есть, есть отдельно всеобщее, есть отдельно особенное, есть отдельно единичное. Оно, такое понимание неверно. Да, и мы делаем на этом перерыв. Продолжаем, товарищи. Семинар у нас сегодня. А вы пришли, не знаете, да, куда пришли? Да, ладно, мы пока уточняем. Вот по традиции, по средам, мы уходим. Ефремова Людмила Викторовна, город Волжский, пишет. Сущность есть результат становления бытия. Бытие в своем переходе в сущность стало видимостью или положенностью. Сущность не есть становление бытия. Что это вообще такое становление бытия? И бытие в своем переходе не стало видимостью или положенностью. Нельзя сказать, что положенное – это просто взятое нечто, взятое с отрицанием. Видимость – это бытие действительно по отношению к сущности, когда мы говорим о существенном и несущественном, и в существенном мы различаем видимость. Дальше. Рефлексия сущности сняла себя и восстановила себя в виде первоначального бытия. Нет, не в виде первоначального бытия она восстановила себя. Понятие есть взаимопроникновение этих моментов. Каких моментов? Здесь нет. Но в конце Людмила Викторовна, так сказать, блуждала-блуждала в тени, а потом пишет понятие «Результат снятия сущности». Но это правильно. Сергей Сергеевич Жиро, Ивановская область, пишет товарищ, рассматривает вопрос о понятии как снятом бытии, через которое просвечивает сущность, и пишет. «Определенное бытие становится понятием, и развиваясь, начинает отрицать себя с удержанием, становясь снятым бытием, то есть сущностью». То есть какое это отношение имеет к понятию, во-первых. Во-вторых, почему определенное бытие становится понятием? Не очень понятно. Здесь товарищ что-то напутал явно. Третий вопрос разбирает товарищ. Вопрос о диалектико-материалистической логике движения категории субъективной логики. И пишет. «В сжатой форме это способ познания всего возможного разнообразия внешнего мира». Во-первых, что значит «в сжатой форме», во-вторых, а что такое внешний мир, товарищи дорогие? Кто-нибудь может сказать? Что такое внешний мир? Вот, например, я наблюдатель. И вот эта вообще категория внешнего мира, это сводит нас к так называемому системному подходу, где есть внешняя среда, есть структура и так далее. А на самом деле в диалектике никакого внешнего мира нет. Что наблюдатель не принадлежит миру, не принадлежит той материи, которую он наблюдает. Поэтому что значит внешний мир? Где вот внешний мир по отношению ко мне? Моя рука – это внешний мир или нет? Моё разум, моё сознание – это внешний мир или нет? Непонятно, где тут граница между внешним миром и внутренним. Это условные относительные понятия, но они полезны. Никак они не полезны. Вы разрываете, вы вырываете наблюдателя из материи. То есть материя развалилась на две части. И это уже шаг к тому, чтобы отойти от материалистического понимания. А так мы расставляем субъект в объективном мире в таком случае. И субъект, да, субъект есть, он неотделим от материи. Он и есть материя. Он неотделим от материи. Но он субъект все-таки. Хорошо. И? Так, давайте идем дальше. Николай Евгеньевич Зорин пишет, «Идея истины – это практическая идея». Нет, это неправильно. «Идея истины – это теоретическая идея, идея познания». Так. «Идея блага – это понятие, которое является целью для реализации в действительности, для реализации в действительности». Почему в действительности, а в явлении? Непонятно. Цель – это действительно понятие, которое является целью для реализации в действительности. Но это вы так пытаетесь замылить тот простой факт, что идея блага – это просто идея преобразования мира в соответствии с понятием. Да, действительно, для изменения мира должна быть цель, то есть должно быть целеполагание. Это как раз связано с телеологией, с предыдущим разделом. То есть обязательно должно быть целеполагание. То есть должно быть предвосхищение этого результата в идее блага. «Исай Александр Юрьевич, Республика Беларусь, город Минск. Понятие, восстановленное через сущность, бытие. Да, конкретное, содержащее в себе, в идеальном единстве, бытие и сущность». Что такое идеальное единство? Я не очень понял. А все остальное хорошо. Кожухов Андрей Николаевич. Да, вот Кожухов Андрей Николаевич написал мне, что у него не вмещается вопрос, поэтому он загрузил файл, который не загрузился. Поэтому зачет он не получил. Так бы он вместо того, чтобы вот тут написать три предложения, мне бы написал ответ хоть на какой-нибудь вопрос и получил бы зачет. Так, пишет товарищ, какой вопрос желательно задать Путину или другому президенту, чтобы народу, не слушателям Красного университета, стала видна антинародная сущность капитализма? Эко вы думаете, что можно так, есть какой-то такой вопрос, который изменит основное материалистическое понимание вообще о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. То есть вот это положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, можно изменить одним вопросом. Ну вы здорово. Даже при том, что вы этот вопрос задаете Путину или другому президенту. Кстати, на что вы намекаете тут, товарищ дорогой? И одним вопросом вы хотите развеять вот это понимание о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Антинародная сущность капитализма не будет в общественном сознании, утверждена в общественном сознании антинародность этой сущности до того момента, пока не появится другой способ производства, социалистический. То есть сначала изменится бытие общественное, общественное производство, и только потом будет видна общественное сознание и изменится. И никак иначе. Но капитализм пока себя не исчерпал. Это вы так думаете, что капитализм исчерпал? А мы думаем совершенно по-другому, дорогой товарищ. У нас все-таки здесь капитализм исчерпал уже в начале 20 века. Как только он стал... Почему мы перешли к капитализму, уважаемый Кирилл Валерьевич? Это называется контрреволюция. Не согласны? Не согласны? Все происходит по необходимости. То есть вы считаете, что контрреволюция необходима? Нет. Я считаю, что мальчика капитализм, который развивается, задушили в 17-м году. А он, оказывается, в России еще полностью не исчерпал себя. Вот оно что оказывается. Значит, оказывается, что есть... Производительность высочайшая. Мы отставили по производителю. Что оказывается, что нужно дойти к капитализму до определенной стадии, которую, видимо, вы только определяете. Максимально вы. А Ленин говорила в другом. Ленин говорила в другом. И вот у информации невозможно. Пока старая информация не исчерпала своего потенциала. Не только невозможно. Значит, дорогой товарищ, мы тут изучаем марксизм-ленинизм. Мы изучаем именно эту науку. И согласно марксизму-ленинизму, в России была произведена в 17-м году социалистическая революция. И к 1936 году был построен социализм. Таким образом, это у вас, это по-вашему феодальный социализм. Это вы придумали. Это вы придумали эту ерунду и чушь эту транслируете. Это вы эту чушь транслируете сейчас на всю Россию. Я вам ответственно это заявляю. Не надо транслировать чушь о феодальном социализме на всю Россию. Вот и высказывайте его там, где изучают не марксизм-ленинизм. Идите и высказывайте. Да, это у нас свобода. У нас университет. У нас университет, в котором изучают марксизм-ленинизм. А не всякие искажения его. Товарищ дорогой, давайте успокойтесь. Товарищ дорогой, успокойтесь. Вы высказались сегодня. И мы услышали, что вы высказываете. Какие мысли вы высказываете, мы услышали. Пожалуйста. Вам дали высказаться. Дорогой товарищ, вы хотите высказываться тут бесконечно? Вам дали высказаться. И все услышали от вас про феодальный социализм. Спасибо, мы услышали. Кожухова Андрея Николаевича мы разобрали. Сергей Владимирович Кондратьев. Так, пишет Сергей Владимирович. Идея истины. Невозможно получить истину всю и сразу. Ну, с этим надо согласиться. Истина не исчерпывается готовым результатом. Истина есть результат вместе со своим становлением. Истина – процесс. Здесь я бы не согласился. Истина – это не процесс. Потому что процесс – это движение, связанное со временем. Движение во времени. По определению, просто, как категория процесса – это движение во времени. Истина со временем не связана. Никак. Сущность есть истина бытия. Это правильно. Идея блага. Значит, в идее блага понятие считается чем-то первым. И в себе сущей целью. Которая должна быть реализована в действительности. Да, вот так можно говорить, кстати. Вот, товарищ хитро сказал, но правильно сказал. То есть, в идее блага, то есть, в идее преобразования мира, понятие, которое мы выразили в виде идеи познания, она должна быть реализована в жизни, в действительности. Абсолютная идея выступает, как мировой дух, является субъектом развития и творцом мира в целом. Ну, и здесь товарищ как бы свалился на такой объективный идеализм. Мировой дух – это безличное, объективное начало. Ну, или бог по-простому. Вот как получается. То есть, говорил-говорил товарищ про идеи истины, про идеи блага, то есть, преобразование в соответствии с понятием. И тут какой-то вдруг мировой дух. Что за мировой дух – непонятно. И что он является субъектом развития и творцом мира в целом. Да, у Гегеля, может быть, это и есть, только мы рассматриваем гегелевскую диалектику и столковываем ее материалистически. Все рассуждения о боге, о духе, особенно в мировом духе, к материалистическому истолкованию диалектики не относятся. Поэтому мы это выкидываем. И как материалисты этот вопрос не рассматриваем. Крутили на Светлана Валерьевна город Улан-Удэ. И вот Светлана Валерьевна отвечает на первый вопрос и пишет. «Бытие – это материя, и то, что материя в бытии не является, а является в бытии ее материальной сущностью. Человек – социальная материя, а сознание его в бытии не является материей, но, будучи ее атрибутом, движением мышления, является социальное бытие материальной сущностью». Ну и так далее. Значит, бытие – это не материя, и материя – это не бытие. точнее так бытие это не материя а материя конечно есть как категория материя есть значит она бытие а материя это единое что есть это не просто то что есть а единое что есть и единство мира как говорит энгельс в его материальности соответственно бытие и материю отрожествлять нельзя. Абсолютная идея, онтологическая, абсолютное тождество бытия и мышления, целостный мировой разум, сущность и внутреннее содержание всех вещей в свернутом виде содержат в себе всевозможные природные, общественные и духовные явления. Но опять какой-то мировой разум появился, внутреннее содержание всех вещей и так далее. Абсолютная идея, надо воспринимать ее просто как единство. Идеи познания и идеи блага. Все, ничего, никакого мирового разума сюда примешивать не следует. Стефания Лобанова пишет, Гегель понимает единственно сущую подлинную реальность, первопричину всего окружающего мира, его предметов и явлений, мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить. Да, Гегель так понимает, потому что Гегель идеалист. Но вот это все, что вы тут написали, он понимает в качестве начала, он в начале об этом говорит науке логики, и говорит о том, что вот когда мы пришли к абсолютной идее, мы как будто вернулись к этому мировому духу. Ну понятное дело, что он Бога имеет в виду, конечно же, что эта идея или мировой дух развилась до материи, развивалась-развивалась, познала саму себя и пришла опять к абсолютной идее, то есть к познанию самого себя. И замкнулась так, мировой дух замкнулся на мировой дух. Но мировой дух здесь можно отбросить, и мы получаем в этом случае материалистическое толкование гегельской диалектики. Поэтому, если вы стоите на материалистических позициях, то никакой мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить, нам не нужен. Благо, пишет товарищ Лобанова и различает естественные блага, результат стихийно-природных процессов. Общественные блага, продукты деятельности человека. Интересно. В обоих случаях благо составляет социальное определение предмета, его полезное значение для человека. Ну и я бы здесь не стал такое разделение проводить, потому что если есть естественные блага, то есть и противоестественные блага, видимо. А что такое естественные блага и для кого? И благо, как мы говорили, это понятие, вообще говоря, оно классовое. То есть, что является благом для одного класса, благом для другого класса не является. Вот. А если мы говорим о благе в смысле развития, в смысле развития человечества, то под благом нужно понимать, конечно, благопонимаемое рабочим классом как выразителем, наиболее прогрессивным выразителем идеи о том, что всякие классы должны быть уничтожены. Так, Роман Александрович Лукинских. «Истина – величайшая и социальная ценность, пишет Роман Александрович. Она укоренена в жизни общества, играя в нем важную социальную и нравственную психологическую роль. Ценность истины всегда неизмеримо велика, а время ее только увеличивает. Истину определяют как адекватное отражение объекта, познающим субъектом, воспроизводящая реальность такой, какова она есть сама по себе в ней, и независимо от сознания». Ну вот все здесь надо выкинуть, кроме того, что истина есть отражение соответствия понятия объекту и, наоборот, соответствия объекта понятию. Зачем вы написали про укоренение в жизни общества, величайшую социальную и личностную ценность. Это для кого она личностная ценность величайшая? И социальная она для кого величайшая? Для философии это вопрос об истине является вопросом ключевым. А вот личностная ценность, это непонятно с какой точки зрения, для какой личности, кто эта личность? Абсолютная идея, основополагающее понятие гегелевской философии. Вот, кстати, когда товарищи это пишут, давайте вот возьмем любую категорию, вот сейчас мысль. Вот формальное основание. Я спросил, что такое формальное основание? Формальное основание это одна из категорий гегелевской науки логики, изложенной на странице 413. Ну это как-то формальный подход к вопросам. Основополагающее понятие гегелевской философии. Ну интересно, а почему основополагающее? Выражающее безусловную полноту всего сущего и в то же время само являющееся этим единственно подлинно сущим. Значит, я здесь поспорил бы с этим утверждением, потому что оно неверно. Сущее это то, что взято как бытие, то есть перестало перед нашим умственным взором. Вот сейчас вот эта книга для меня сущая. А вот так вот она не сущая уже. Хотя она есть, все мы понимаем. Она же никуда не исчезла, но она не сущая для нас. А вот так она опять сущая. Причем здесь абсолютная идея, и товарищ говорит о подлинно сущем. Непонятно. Ирек Равилевич Нугаев приводит пример нам. Ирек Равилевич, он говорит, что понятие является снятием бытия, бытие и снятие сущности. Вот не является понятие снятием бытия. Понятие является снятием сущности. Таким образом, значит, сущность и снятие бытия, понятие и снятие сущности, видимо так, и таким образом сущность просвечивает в понятии. И приводит пример. Понятие мелкобуржуазное общественное сознание, бытие, буржуазное общество, сущность капиталистическая форма производства. Вот такой механистический, надо сказать, пример, почему понятие мелкобуржуазное общественное сознание. В каком смысле это понятие? И почему его бытие буржуазное общество? То есть здесь так механистически к этому вопросу подходить нельзя. Надо говорить о том, если мы хотим привести какой-нибудь пример, давайте приведем какой-нибудь пример, понятие. Ну вот, например, да, и здесь можно сказать, кстати, о том, чем понятие отличается от определения. Вот мы когда говорили про учение бытии, мы сталкивались с категорией определения. И определение это просто качество, которое себе в простом нечто и существо находится вниз и с другим моментом этого нечто в нем бытием. То есть это качество, которое сохраняется во всех изменениях данного нечто и активно предстоит переходу этого нечто в иное. Привожу пример. Например, человек есть мыслящий разум. Это вполне себе можно говорить определение человека. Потому что то, что он мыслящий разум, это во всех изменениях, если мы возьмем любого человека и на любом этапе его развития человечества, то вот это качество, мыслящий разум, то, что человек это мыслящий, оно будет сохраняться. И оно противостоит, очевидно, в переход к ному. Но если человек перестал мыслить, это значит, что он человеком перестал быть. То есть, либо он умер банально, и он уже не человек, он перестал мыслить. Либо у него произошли какие-то болезни, которая, скажем, способность мышления в нем угасла. В этом смысле это уже тоже будет не человек по определению. А если мы берем понятие человека, то в понятии мы должны так представить это бытие, чтобы через него просвечивала сущность. Но давайте попытаемся представить. Если мы возьмем по понятию человека, то понятие, которое дает Маркс, человек это животное, разумное, общественное, разумное, трудящееся, ну или так, общественное, трудящееся, разумное, говорящее. Да. Значит, тогда мы видим, что вот в этом определении сущность человека, которая заключается в общественных отношениях и в отношениях по поводу производства общественного, опять же, она просвечивается. То есть мы говорим, что этот человек это животное, общественное, что оно трудящееся, то есть оно трудится, участвует в общественном производстве. Говорящее, то есть оно в этом общественном производстве не просто, оно обладает той способностью, чтобы это общественное производство в нем участвовать. Потому что если вы говорить не умеете, то вы никогда не сможете участвовать в общественном производстве. Имеется в виду любой язык. Понятно, что немые люди могут участвовать в общественном производстве. Но они говорящие в другом смысле. То есть они могут написать и выразить в речи в такой форме, когда это будет понятно другим людям. И тогда они могут в общественном производстве, естественно, участвовать. Вот, и в этом смысле такое понятие является уже понятием. Мы показали, что здесь сущность просвечивает в понятии человека. Вот, а в вашем примере, Ирек Равилевич, вот такого анализа произвести возможности я не вижу. Так, ну, собственно говоря, это все вопросы, которые я хотел отметить, все ответы, которые я хотел отметить. Если есть какие-то вопросы у товарищей, которые нас слушают, давайте ответим на вопросы какие-нибудь. Значит, культура это, да, это накопленный опыт. Это не определенность опыта, это сам опыт и есть, накопленный опыт. Но, какой опыт дальше в определении культуры или в понятии культуры, да, раскрывается? Какой опыт может быть? Поскольку это опыт, категория субъективная, ну, относится к субъекту, да, то есть это, ну, или к человечеству, да, речь идет об опыте всего человечества. Какой он может быть? Он может быть материальный, то есть выражаться в том, что человечество произвело. И духовный. Картины, музыка, стихи, это принадлежит духовному опыту человечества. Но, опять же, исходя из определения человека, вот тут многие товарищи, когда говорят о культуре, понимают только духовный опыт. Да, духовный опыт человечества очень важен и он очень ценен, но основополагающим в культуре является то материальное, что накоплено человечеством. Культура России, например, это не только Пушкин, Толстой, Достоевский, картины, которые рисовали русские художники, это в основном все-таки заводы и фабрики, которые российские трудящиеся на протяжении многих поколений смогли построить. Вот что наша культура в основном. Но, естественно, духовный опыт тоже в культуру включается. Так, а наши культуры спрашивают немножко по-другому. Вот эта культура, это качество опыта? Нет, культура, это опыт и есть. Это опыт и есть. Накопленный, просто накопленный опыт. Он поскольку опыт накапливается, вот культура, это опыт и есть. Вопрос от Дмитрия Щеглова. А можно вообще без гигелевской логики строить специалисты? Вот это хороший вопрос, да. Хотя, может быть, он провокационный. Но давайте разберемся. Значит, для того, чтобы... Давайте разберемся, какое положение гигелевская логика занимает в системе мировоззрения. Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, что такое марксизм и с каких моментов он состоит. Марксизм состоит из политической экономии, в основном представленной в капитале. В труде Маркса капитал. В научный социализм и исторический материализм. Или, если раскрыть это, это диалектический материализм, примененный к истории. А что такое диалектический материализм? Это диалектический метод, примененный к истории. А что такое диалектический метод? Где он раскрыт? Он раскрыт в науке логики. То есть, фактически, то, что изложено в науке логики, то есть, диалектика, это фундаментальный метод марксизма, который используется, поскольку в три перечисленных момента являются моментами, то есть, они взаимосвязаны. Это значит, что диалектический метод, как метод, он содержится и в капитале, и в научном социализме. Ну, научный социализм, он представлен и трудами Маркса, Энгельса, и трудами, конечно, Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, как практика этого научного социализма. Гильдей. А? Гильдей. Да, ну, можно говорить, расширить этот список, конечно. Значит, теперь возвращаемся к вопросу. Итак, мы увидели, что диалектический метод, он пронизывает весь марксизм. То есть, он и в любом моменте марксизма, он присутствует. Значит, если нет диалектического метода, который изложен у Гегеля в науке логики, то невозможно представить марксизм как мировоззрение. Если невозможно представить марксизм как мировоззрение, то какой социализм вы собираетесь строить? То есть, ваш вопрос сводится к тому, а можно ли построить социализм без марксизма? Можно, но это будет не социализм. Можно вопрос предложить? Предложите. Мой брат один раз поймал рыбу, как бы вообще на пустой крючок, закинул, подсек сразу. И он проплывал, и он за брюшком подсек. Но потом сколько раз не пробовал, он больше не получал. А я вот думаю, что даже и за брюшком подсечь. Просто из этого образа следует, что как бы можно подсечь разок-то рыбку. Разок, да. Я вот думаю, что такой образ в движении общественной формы материи, нет резона его приводить, потому что не получится у вас даже один раз подсечь эту рыбку, когда мы говорим о таких сложных вещах, как построение социализма. И граждане, которые пытаются сейчас построить социализм без, на самом деле, марксизма. То есть, марксизма у них нет. И таких граждан очень много сейчас. Платошкины эти все повылезали, они бесконечные. Что они несут? То есть, у них нету никакого мировоззрения, на основе которого они социализм могут построить. Они могут изменить капитализм. Один капитализм, а другой капитализм. Фактически, перераспределить прибавочную стоимость от одной группы капиталистов к другой группе капиталистов. И больше они ничего сделать не могут. Все там эти Платошкины, Хазины и же с ними. Ничего они не предложить без марксизма не могут. Никакого социализма они построить не могут. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к вашему вопросу, без Гегеля социализм не построить. Так, а надо же, уточняем, мы спорили о том, что можно отнестись к культуре. Абажур из человеческой кожи, это культура? В некотором смысле, да, это опыт наш. То, что мы, я имею в виду, не сам абажур, потому что к культуре не имеет отношения. А вот то, что из этого абажура следует, что человечество получило этот опыт борьбы с фашизмом. И это, конечно, к культуре относится к человеческой. И этот опыт, он культурный. Да, как негативный опыт, он, конечно, в культуру входит. Так, вопрос. Кирилл Валерьевич, как вы из технических наук перешли в философию? Каковы причины? Во-первых, прямо скажем, я из технических наук не перешел в философию. Я в технических науках... Я надеюсь, что я все-таки в технических науках остаюсь. Я занимаюсь разработкой сложных технических изделий в группе очень высококвалифицированных специалистов, многие из которых являются кандидатами технических наук и физико-математических наук. Так что из технической области я никуда не уходил. Но я просто не ограничиваюсь этой технической областью. Меня очень давно и очень настойчиво интересовал вопрос о существовании закономерности в движении общественной формы материи. И ответить на этот вопрос до того, как я познакомился с философией именно как наукой, то есть системой знаний или знаниями, возведенными в систему, то есть с диалектикой фактически, у меня не получалось никак ответить на вопрос, есть ли какие-то закономерности в развитии общества. Когда я начал изучать марксизм, я начал изучать философию, и эти закономерности стали абсолютно очевидными для меня. То есть я понял, что они существуют, во-первых, а осталось только систематически в них разобраться. Для этого нужно изучать марксизм. Но вот я его с большим или меньшим успехом до сих пор изучаю. Конечно же не изучил полностью, но это вот для тех, кто хочет разобраться, как устроено общество и вообще, что общество ждет. Вот просто банальный ответ на вопрос, а что общество в глобальном смысле ждет? Не сегодня, не завтра, а может быть и завтра, а может быть послезавтра, что его ждет и как оно будет развиваться. Вот эти вопросы меня занимали, занимают, и поэтому я стал изучать марксизм и стал изучать философию. И не останавливаясь в своем изучении. Ну что, дорогие товарищи, так как вопросы исчерпаны, на сегодня занятие заканчивается. Еще раз напоминаю, что следующее занятие будет через две недели. На следующей неделе в связи с объявленным сегодня, сегодня нерабочей следующей недели, занятия на следующей неделе не будет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...